добрый день друзья сегодня поговорим о нашей с вами истории о очень важном вопросе на мой взгляд о том куда пропали вятичи вятичи мы возьмем только для примера потому что и остальные русские древние русские племена куда-то пропали и давайте вот этот вопрос мы с вами сейчас немного при подымем для истории для сравнения нашей истории с мировой скажем так с известной скажем так истории мы знаем из этой самой истории что например греки происходят от грека и это произошло примерно в первом тысячелетии до нашей эры как говорит официальная история иомийцы произошли от иона ахейцы произошли от ахея афиняне произошли от афины и такая же ситуация была и у нас в стране на нашей территории в древние времена то есть вятичи произошли от вятка кривичей от криво ну и так далее и так далее и вы знаете в некоторых местах расселения так называемых славянских народов ситуация сохраняется например хорваты произошли от харива чехи от щека и так далее так далее даже гессинские немцы от кисека произошли являне от кия поляки от полева и вот эту информацию которую я вам сейчас сказал можно было в прежние годы лет двадцать пятнадцать тому назад найти в широком доступе в огромном количестве сейчас я давно уже этого не проверял а по той информации у меня вышла книга сварок и сварожьи внуки дважды переизданная и там все родословные русских народов есть я вам уже говорил что до революции 1917 года русских народов насчитывалось около ста и сейчас сейчас вот то славянское крыло народов она в большей степени поддерживается именно теми самыми предками со стороны русских народов вот так вот это и было и частью этой истории является повествование о так называемых древнерусских племенах которые были в частности кривичами вятичами и другими там девять или десять племен по-разному считается которые якобы откуда-то пришли на нашу территорию и здесь стали формировать древнее русское государство знаете где-то лет двадцать тому назад когда мы делали оформляли скажем так один из оврагов вересов овраг это под алексином тульской области прям овраг который врезается своим течением там есть ручеек небольшой там есть священный источник я вам делал уже много раз фильмы об этом священном и каком-то смысле святом теперь месте и вот этот овраг врезается в саму аку а на противоположной стороне находится урочище худая бога худая это в татарском исполнении такое имя а у нас он там назывался по разным каким-то интерпретациям например год или год да или еще много разных имен у него было кто его называют разбойником кто богом кто божеством кто духом в разных народах это все сохранилось сохраняется и по-разному преподносится теперь в наши времена так вот на той стороне аки напротив как раз алексина там находилась и остается урочище этого разбойника худая где как говорят спрятаны большие золотые сокровища якобы которые он где-то там надыбал и вот что интересно помимо вот этой скажем так легендарности тех мест есть еще одна ситуация которая совершенно не легендарно а реально мне говорили старожилы тех мест и тульские высокопоставленные того времени друзья что когда проводили водовод в тулу а забирали из этого места напротив алексина воду из аки то под этот водовод копали естественно большие траншеи чтобы уложить водяные водонапорные трубы и когда их копали большими бульдозерами экскаваторами то тогда поверхность вся вскрылась этой местности и там обнаружилось огромное количество человеческих костей на некоторых автомобилях то есть экскаваторах машинах бульдозерах мужики даже ставили себе человеческие бельники такие чистые уже черепа которые они подняли на торпеду мол вот мы такие отважные или может быть из каких-то других побуждений и самое интересное что на каждом почти автомобиле или транспортном средстве или строительной техники внутри или рядом присутствовал работник тогда еще кгб фсб или каких-то других силовых структур который строго следил за тем чтобы трактора бульдозера экскаваторы не отвлекались от генеральной линии траншеи и самое главное чтобы они не копали эти кости и не рассматривали их и это оказалось тогда под большим большим секретом только местные жители это все видели я к сожалению сам этого не видел но только вам с рассказов это и могу передать а вот что меня удивило тогда же в те же годы существовал еще один рассказ мне рассказывали старожилы которым было уже по много-много лет это было по 80 по 90 лет старичкам они сказали с большой гордостью что вятичи были добиты добиты и уничтожены только в самом конце девятнадцатого века в тульских лесах их добили последними и я тогда никак не мог понять а почему собственно вятичи добили это первое а второе почему именно в тульских лесах в черте не самого города в черте вот в этой засечной и так далее и самое главное почему их вообще добивали этих вятичи это же вроде наши родные племена на которых строилась государственность россии это же не просто какая-то история это же итог объединения земель и народов которые были здесь в единое огромное сильное и великое государство почему вдруг вятичи одно из самых больших племен пременем его называют естественно историки и политики что в общем то неправильно давайте я немножко отвлекусь и объясню вам что такое вятичи по археологическим так скажем раскопкам конечно нам историки говорят что вятичи пришли на нашу землю примерно там шестом пятом седьмом восьмом вот в этих веках откуда никто до сих пор так установить и не смог откуда-то пришли и мы вот к этому моменту еще с вами вернемся и также пришли все остальные древние русские племена они все пришли откуда-то хотя обликом и своей генетикой все эти древние русские племена они соответствуют нашей территории то есть если откуда-то эти люди пришли то там откуда они пришли должна сохраняться та же самая генетика тот же самый облик чего как мы знаем нет сегодня уже история прошерстила все и антропологии тоже территории связанные и не связанные с нашим континентом и с другими континентами и все уже по поводу представителей человечества существующих на тех территориях которые открыты а практически все уже открыто там таких представителей человечеству как мы с вами центральной россии больше нет нигде это значит что мы ниоткуда не приходили антропологи нас убеждают что мы пришли из африки и что еще вчера мы были мегроидного облика как говорит наука а сегодня сегодня мы вот такие как мы есть не осталось ни одной черты от тех людей которыми мы были еще вчера конечно же это все вымысел и вымысел он вот на чем теплица дело в том что библейская религия в основе своей повествовательной части имеет место исхода ближний восток восток ближний восток который они приписывают почему-то к территории африки а конкретно к эфиопии и считается по библии что люди все в виде адама вышли именно из эфиопии поэтому религиозная часть науки а наука вся обслуживает религию и является только исключительно рабой религии поэтому вся наука встала как один и сказала что человек произошел эволюции безусловно по-дарвински но из эфиопии и теперь мы все слышим с вами вот эту самую ботву которая виснет на наших ушах и не имеет никакого отношения к реальности поэтому ниоткуда русские племена древние русские племена не приходили сегодня это уже становится ясно и понятно но сам факт вот этого непонятного перехода не было пришли уничтожены и вдруг сейчас вот такое новое поколение каких-то других других естественно народов о которых говорит и президент и ученые что у нас около 200 народов обитает на нашей территории все народы прекрасно идентифицированы если мы берем любое племя какое сегодня расселена на нашей великой территории и пытаемся проследить его корни то там все достаточно прозрачно по официальной истории у каждого народа сохранились свои личные этнические корни туда в глубину этим каждый народ и велик и прекрасен и он дает свою краску нашей с вами великой и огромной родине именно родине многих народов но тогда вот на этом фоне непонятным становится вопрос об исчезновении древнерусских племен вятичей кричи и других куда пропали эти племена о которых нам все время говорят в школе в институтах в академиях везде почему никто сегодня не ведет свой род от вятичей от кривичей от различных других добричей и тому подобных каких-то племен почему этого нет я не ни одного человека не видел включая себя естественно чтобы мне кто-то сказал что он идет родом от вятичи я не представляю а в туре когда я жил в туре я со многими разговаривал на эту тему и много интересовался истории родного края в принципе я ее знал очень хорошо и я достаточно общительный человек и знакомых у меня было которые могли бы поделиться своей истории и истории своего рода у меня был их много ни один никогда не сказал что он из вятичей или из кривичи или из каких-то других племен и что интересно непонятна ситуация с историей почему вчера было сегодня нет и не существует вот этой переходной мастушки которая связывала бы вчерашних и позавчерашних вятичей с нынешним населением тех же самых территорий